А где средства для рук у нас? Все одно будет здесь, потому что это для посетителей больше. Одноразовые маски. Меры профилактики анапчане начали соблюдать еще весной, во время первой вспышки коронавируса в стране. Носить маску в магазинах и обрабатывать руки антисептиком для большинства жителей стало привычкой. Впрочем, заботились о своем здоровье далеко не все. Эпидемиологическая ситуация осенью вновь стала сложной, но контролируемой. И вот уже две недели в стране действует особенно строгий всеобщий масочный режим. Почему без маски? У вас ввече? Да, у меня маска есть в куртке. Почему в куртке? Я просто зашла сейчас взять телефон. Хорошо, а второй вопрос принят себе, тоже без маски? Сейчас он наденет. Теперь это средство защиты нужно носить не только в закрытых помещениях, но и на улице, в местах массового скопления людей. Но, как показала проверка межведомственной комиссии, даже в торговых центрах не все соблюдают требования Роспотребнадзора. Поиски маски детским тренерам по танцам не увенчались успехом. А ведь эти люди работают со школьниками и проводят по несколько занятий в день. Еще одно нарушение зафиксировали в том же ТЦ, на этот раз в мясном магазине. За крылатом мы находились без маски. Я крылатом, я не торгуюсь без маски. Я просто радуюсь за крылатом. Если вы можете... За меня говорят фотофиксацию. Правильно? Продавец все равно импульсивно доказывал свою якобы правоту. Оказывается, в магазине действуют свои правила, и требованиям Роспотребнадзора они не соответствуют. За находчивость персонала будет отвечать владелец мясной лавки. Наказание за безалаберное отношение к здоровью покупателей и коллег – штраф. По поручению председателя оперативного штаба, работа по мониторингу объектов потребительской сферы в настоящее время усилена. В ежедневном режиме межведомственная группа, куда входят сотрудники управления торговли, Роспотребнадзора, полиции, казачества, мониторят город, мониторят объекты потребительской сферы с наиболее массовым скоплением людей. Сегодня в результате этого мониторинга было осмотрено несколько торговых центров, и на одного из нарушителей был выписан административный протокол с сотрудниками Роспотребнадзора, который уже будет рассматриваться в суде. Сотрудники магазина обязаны не только сами соблюдать масочный режим, но и напоминать о нем покупателям. Если же клиент отказывается надевать маску, он должен покинуть помещение. Впрочем, положительных примеров намного больше. Вместе с нашей съемочной группой комиссия посетила три торговых центра. Почти все предприниматели были обеспечены средствами защиты. Есть такие нарушения, когда в присутствии покупателей бывает маска неправильно одета, то есть это незакрытые верхние дыхательные пути, то есть нос. Во всех остальных случаях, в принципе, они обеспечены им масками, и разовыми масками для посетителей, в случае, если посетитель пришел без маски. Стоят санитазеры, но зачастую антибактериального, а не противовирусного средства. Эти нюансы находятся в поле зрения сотрудников Роспотребнадзора. Если рекомендации специалистов остаются без внимания, нарушителям грозят штрафы. Суммы могут доходить до 300 тысяч рублей для Юрликс. Но главное не штрафы. Главное – добиться понимания жителей курорта и напомнить им о мерах профилактики. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.